Какие показатели демонстрирует экономика Татарстана на фоне коронакризиса? Насколько подешевели овощи в республике после продолжительного роста цен? И сколько зарабатывает Казань за счет платных муниципальных парковок? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите новости экономики в студии Нины Горенова. Здравствуйте! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это увеличило 76% всего увеличения поступлений. Также росли торговля, сельское хозяйство, строительство, транспортировка и информатизация. При этом снижение поступлений в бюджет допустили финансовые и страховые организации, а также производители машин и оборудования. Динамик, который в первом полугодии присутствует, не повод для спокойствия. Есть у нас некие аналитические данные Министерства финансов, где в первом полугодии ряд крупных наших предприятий, средних предприятий снизили свои показатели по налогу на прибыль. Это значит, что негативные влияния прошлогоднего кризиса еще присутствуют. Ну и следующий момент. Бюджет республики на текущий год сформирован со значительным дефицитом. Он составляет у нас 7 миллиардов рублей. И это требует от нас соблюдения жесткой финансовой дисциплины, абсолютное исполнение первоочередных и социальных обязательств. В Татарстане зафиксировано снижение цен на картофель и морковь, которые с начала года подорожали в 2-3 раза. За неделю картошка подешевела на 12%, а морковь на 4,5%. Ранее эксперты прогнозировали, что цены на овощи начнут снижаться к августу, когда созреет новый урожай. Конечно, цены не вернутся на тот уровень, который был. Возврат по обычным боням. Хотя в сезон лето и осень мы всегда ждем сезонного понижения цен. Понижения, с ярмарки опять же. Да, конечно. А вот здесь еще одна проблема. Значит, наши сельхозпроизводители, казалось бы, в сложных условиях, да и вообще даже в рядовой ситуации, они должны иметь свободный выход на точки продажи своей продукции. Это проблема тоже, как и диспаритет, давнешняя проблема. Сетевые структуры блокируют зачастую выход наших фермеров, значит, владельцев личных пособных, а здесь, на сбыт своей продукции. И здесь начинается диспаритет. Хотя продукции, так сказать, производится достаточно порой, но реализовать ее, реализовать порой бывает очень сложно. Потому что вот точки сбыта, они конкурируют с этими сетевыми структурами, которые оказываются гораздо сильнее. Республика вообще, так сказать, она в этом отношении предлагает максимум усилий. У нас, вот так говоря, парк, скажем, есть, да, другие точки, но не хватает еще. Понимаете, проблемы существуют даже у нас. Тем временем лимоны стали самым подешевевшим продуктом в этом году. По данным Росстата, цены на фрукты упали на 30%. Сейчас килограмм лимонов стоит в среднем 132 рубля. Отметим, что в прошлом году ценник был более 189 рублей. По словам экспертов, падение цен на лимоны связано со снижением спроса, который в начале пандемии был ажиотажным. Год назад граждане скупали лимоны для защиты от коронавируса. Доходы Казани от муниципальных парковок оказались ниже поступлений от штрафов за неуплату за городские стоянки. 38 миллионов против 48. То есть выплаты от нарушителей правил парковки на 10 миллионов выше, чем от добросовестных пользователей. Ежедневно стоянку оплачивает около 7600 автомобилистов Казани. Общее количество автомобилей, размещенных на муниципальной парковке, превышает количество оплат в среднем в 10 раз. Это объясняется тем, что часть автомобилистов оставляют свои транспортные средства не более тех самых 15 минут, которые являются бесплатными. Анализ соотношений с сумм сбора и оплаты от штрафов пока что примерно на 18 оплачивающих парковок приходится один неоплательщик. В данном показателе, конечно же, не учтены автомобили-нарушители, которые стоят со снятыми номерами. Тем временем власти Казани планируют расширить сеть платных парковок. В этом году должно появиться еще 2400 машиномест. На эти цели потратят 37 миллионов рублей из городского бюджета. Это были новости экономики. До встречи.